Всем здарова, меня зовут Макс Лукин, вы на канале Макс Лукин. Неожиданно, блин. В последнем видосе на основном канале я мельком показал свою новую клавиатуру и стало появляться много вопросов, типа, а что это за модель? А что она умеет? Может сделаешь на неё рекламный обзор? И я человек простой. Когда меня просят снять рекламный обзор, я его снимаю. Ладно, на самом деле я ещё в декабре сам написал в Dark Project, изначально нацелившись именно на эту клавиатуру, просто потому, что она очень сильно понравилась мне внешне. И они предложили прислать две штуки, одну мне, соответственно, с видосом на лайв-канал, и вторую на розыгрыш. То есть конкретно вот эту клаву мы с вами будем разыгрывать. Я, само собой, согласился, типа, почему бы и нет. Заодно сделаю краткий обзор на все свои девайсы, которыми я вообще пользуюсь. Такой видос вы у меня действительно уже давно просили сделать. Сразу скажу, в этом видео будет исключительно моё мнение, как обычного пользователя. То есть мы тут не будем измерять толщину кейкапов, разглядывать свечи под микроскопом и вот это вот всё. Начнём с клавиатуры. Я ей пользуюсь уже три месяца, и общее мнение у меня о ней сложилось следующее. Точная модель этого чуда – Dark Project KD87A. Первое, что бросается в глаза, само собой, она белая, что достаточно неестественно для клавиатуры в принципе. Изначально у меня были сомнения по поводу того, насколько это практично, потому что руки не всегда кристально чистые, и так или иначе со временем она может пожелтеть. Однако, на удивление, ничего подобного. Достаточно просто слегка протирать её раз в неделю, и клавиатура всегда будет как новая. Вы знаете, как я люблю белый цвет, и единственное, что вообще всегда останавливало меня от покупки всех белых девайсов, это именно сомнения в практичности. Однако купить такую клавиатуру – это как завести домашнее животное. Тебе приходится за ней ухаживать, и она меняет твой образ жизни. То есть, ты не можешь больше печатать что-нибудь одновременно, там есть чипсы, к примеру. В ином случае, она у тебя быстро встанет какой угодно, но точно не белой. В комплекте, помимо самой клавиатуры, идут ещё 4 свеча пробника, приборы для снятия кейкапов и свечей, и Type-C провод подключения. Также есть небольшая инструкция со всеми основными комбинациями клавиш, что тоже круто. Свечи внеоптические – это красный гаторон второго поколения, и смазанные они сразу из коробки. У них нет тактильного порога нажатия, и они достаточно тихие, в отличие от щёлкающих синих свечей. Для меня это плюс, потому что я пишу объёмные сценарии для видосов, и когда у меня была механика на синих свечах, от этого треска у меня уже минут через 20 начинало просто звенеть в ушах. Ресурс у наших свечей более 100 миллионов нажатий, что точно хватит ещё примерно 1000 на 5 сценариев по 20 минут хронометража каждой. Это, если что, много. Охренеть как много. Также стоит сказать, что вся клавиатура изнутри в шумоизоляции, даже пробел с обратной стороны проклеили шумкой. В итоге, в плане взаимодействия, имеем приятную тихую клавиатуру. Кейкапы тут из хорошего ABS пластика, однако они выполнены не по технологии двойного литья, то есть буквы и символы тут просто вырезаны в краске. И это плохо. Было бы, если бы эти самые буквы и символы были вырезаны не на боковой стороне кейкапа. Касаемся мы клавиши только сверху, а это значит никаких проблем со стиранием букв по мере износа, как на всяких там дешманских клавиатурах, тут попросту быть не может. У меня опять же были сомнения по поводу того, насколько вот такие символы бокового нанесения будет удобно читать, но наоборот, мне теперь это кажется даже более удобным, чем обычные символы сверху. К тому же, это добавляет клаве немного необычный вид. Самое важное лично для меня в этой клавиатуре, это то, что она формата TKL, то есть без нампада. На столе она занимает гораздо меньше места, в играх я больше не стукаюсь мышкой о клавиатуру при резких движениях, и вообще, мне так больше нравится. Людям, которым нампад просто необходим, эта клавиатура, вероятнее всего, не подойдет. А если ты пользуешься нампадом там раз в месяц по праздникам, думаю, ты быстро привыкнешь к его отсутствию. Снизу у нас 4 ножки с антискользящим покрытием и двухступенчатая регулировка по высоте, также прорезиненная. Это тоже лично для меня суперудобно, потому что мне для комфортной работы всегда нужно немного приподнять жопку клавиатуры. Тут с этим все в порядке, угол наклона приятный, короче, кайф. Посередине здесь разъем для подключения провода формата Type-C, за что отдельный респект. Давайте уже наконец в 2022 откажемся от странного microUSB. Провод, как я уже говорил, есть в комплекте, достаточно длинный и тоже белый. Теперь давайте о подсветке, и она здесь просто прекрасная. Все элементы клавиатуры белые, отлично отражают свет, и в темноте подсветка смотрится еще более эффектно. Настроить ее можно либо через горячие клавиши, либо через софт для компьютера. Во втором случае это делать по понятным причинам удобнее. Помимо подсветки в софте можно кастомизировать каждую клавишу, и тут уже в силу вступает только ваша фантазия. К примеру, я на кнопку паузы забиндил блокировку системы, чтобы, если мне нужно куда-то отойти от компа, туда никто не залез. В итоге я параллельно встаю со стула и блокирую систему одним легким нажатием клавиши, а не тянусь до мышки, нажимаю пуск, профиль и потом уже блокировка. Более того, я заменил свитч на этой клавиши на голубой, просто потому что я так могу. Как я уже сказал, тут все ограничивается только вашей фантазией, на пробел можно назначить запуск Майнкрафта. Почему бы и нет. Ну и давайте послушаем, как же она звучит. Я очень долго пытался найти правильное слово, которым мы говорим. Можно описать звук, но мне кажется, как ничто другое сюда подходит слово «мягкий». Очень мягкий звук, я не знаю, как иначе еще это можно описать. Что ж, вроде как это все, что я хотел сказать по поводу клавиатуры. Мое мнение, она просто прекрасна. Серьезно, хоть я пользуюсь ей не так долго, но за все это время я не заметил ни одного косяка. Она как будто создавалась вот прям под меня. Маленькая, миленькая клавиатура. Могу посоветовать ее людям типа меня, у кого основная работа дома за компьютером, вы точно кайфанете. Далее мыша. Ее мне тоже подарил мой спонсор. Олег Компуктер. Братан, если ты это смотришь, спасибо тебе большое. Это Logitech Superlight Pro X. Если вы следите за киберспортивными событиями, то вы наверняка знаете эту мышку. Она не один раз светилась у топовых игроков из Na'Vi, там, Астралис и так далее. Я буквально только что забрал ее с пункта выдачи, поэтому сложно говорить о каком-то общем впечатлении. Однако, на первый взгляд, это просто нечто. Она весит 63 грамма, она беспроводная, она суперудобно лежит в руке и просто она белая. На самом деле, братан, спасибо большое. Я вот с сегодняшнего дня и пользуюсь, и даже просто монтировать вот это видео с ней гораздо приятнее. Также, это вообще, в принципе, моя первая беспроводная мышка, поэтому мне очень нравится. Наушники. Это проводные Seid Snow Wolf, которые я брал ровно 2 года назад, весной 2020-го. Они выглядят не особо презентабельно, пережили со мной уже 3 переезда, но в целом, неплохие уши за свои 1800 рублей. Низких частот практически нет, средние есть, высокие вроде тоже более-менее в наличии. Ну, музыку в них не попишешь, но, к примеру, для просмотра видосиков на ютубе это самое то. Учитывая то, что в своё время я взял их только потому, что они белые, вполне сойдёт. Плюсом можно отнести достаточно крепкую конструкцию, сколько я их не ронял, они не сломались. Удлинитель провода в комплекте и вес. Они почти не ощущаются на голове. Рекомендую ли я их? Пожалуй, нет. Сейчас появились новые модели от новых производителей с лучшими характеристиками. Не думаю, что хорошим решением в 2022-м будет взять такие же, как у меня. В любом случае, мне кажется, они скоро развалятся полностью, так что я буду искать себе что-то новенькое. Если у кого есть что на примете, прошу в комменты. А, ну и микрофон. Это Samsung C01U Pro. В 2018 году купил его на Алиэкспрессе за 6 тысяч, до сих пор им пользуюсь. Отличный майк. Вроде как всё. Теперь давайте о розыгрыше клавиатуры. Условия простые. Это лайк, подписка на этот канал и заполнение гугл-формы по ссылке в описании. Сам розыгрыш я проведу на стриме, одновременно с розыгрышем компа. Вся инфа скоро будет в группе ВК, на которую вы и так, скорее всего, подписаны. Но если нет, ссылка на экране и в описании. Приблизительно стрим будет в конце марта-начале апреля. Спасибо, что посмотрели этот видос, друзья. Пишите в комменты, что мне ещё снимать на этот канал. Всех обнял и до скорого.